Откуда вообще все пошло? Мы где-то два года назад увидели такой вот сюжет на новостном портале, по-моему, даже это был Украинформ, что в Нидерландах молодые дизайнеры придумали вот такой пакетик, вот, и что там могли оставлять вещи люди, и если его оставить на улице с какими-то вещами, то все понимали, что это там, они чистые, аккуратные, их можно взять. Идея хорошая, мы с ними связались, провели несколько скайп-колов и выяснили, что они не претендуют на какой-то товарный знак, и что они были бы рады, если бы их идею где-то внедряли. И вот мы разводим следующий пакет. Добрый речь. Причем, смотрите, как в русскоязычных регионах, так и в упрямомовных добрые речи воспринимаются хорошо. Во-вторых, тут есть затяжка, которая может обеспечить то, что там он не пропадет, и там вещи не пострадают. Так вот, в чем не механика? Вы берете, как пакетик, идете домой, опорожняете шкаф туда, все свои любимые юбочки чистенькие, складываете аккуратно, затягиваете эту штуку, подходите к мусорному баку и вешаете сбоку на крючочек. И когда вы идете от мусорного бака, вы испытываете благодать, чтобы, во-первых, освободили шкаф, а во-вторых, вы сделали доброе дело. Понимаете, и вам так классно и комфортно. А теперь подумайте еще в масштабах страны, что если бы половина нашего населения может сделать шаг на встречу другой населения, своими вещами поделиться, ни копейки, ни гривны, ни бюджетных денег, а уже тем людям стало жить легче. Причем, опыт наш показывает, что делятся вещами не только богатые люди, но и бедные. Дети растут очень быстро и не успевают даже одеть. Юбочки выходят из моды. И, собственно, вот на этом была наша идея.